Всем привет! Меня зовут Алена, это Андрей. Привет! Мы воздушно-акробатический дуэт Fairy Duo. Нам часто задают вопросы о Китае. Как найти там работу, какую визу лучше сделать, как вообще жить в Китае для артистов, ну и многое другое. Поэтому мы решили создать свой блог о путешествии и работе. И первым, что хочется сделать, познакомить вас с приложением WeChat. Она заменяет Viber, Skype, WhatsApp и другие банковские приложения. Но обо всем в этом постепенно. Если вы хотите начать искать работу в Китае, вам необходимо будет его установить. Оно поможет вам найти работу и общаться с китайцами по рабочим и бытовым моментам. Очень много вакансий и резюме выкладывают агенты и артисты в чаты. Чаты — это нечто похожее, как группа Viber или диалоги в ВКонтакте. В них можно попасть тремя способами. Вас добавит тот, кто создал его. Вас добавит тот, кто состоит в нем. Или же вы сами добавитесь по QR-коду. Но опять же, этот QR-код нужно искать в моментах ваших контактов. Ну, это типа стены в Facebook или ВКонтакте. В любом случае, вам нужно добавлять много людей, кто связан с вашей деятельностью. После того, как вы установили приложение, зарегистрировались в нем, вступили в чаты, вы можете приступать к поиску работы. Во время поиска вы пообщаетесь со многими агентами на разных языках. На английском, на русском, даже на китайском. Только вы не переживайте, в ВКонтакте есть встроенный переводчик, который поможет вам понять приблизительный смысл сказанного. Также сразу вам нужно определиться, на какой срок вы ищете работу. Будете ли вы сами оплачивать визу и билеты? Если вы изначально собираетесь платить сами, то, соответственно, зарплата у вас будет намного больше, чем у тех, кому работодатель оплачивает визу и билеты. Сейчас мы будем говорить о тех обстоятельствах, которые актуальны на данный момент, на 9 августа 2017 года. Есть несколько видов виз, по которым вы можете попасть в Китай. Первое, наверное, самое популярное, это рабочая виза. Работодатель в Китае делает приглашение для вас, отправляет в вашу страну. И вы с этим приглашением идете в консульский отдел при посольстве КНР, которое находится у нас в Киеве, ну и делаете визу. По приезду в Китай вам ставят уже туда регистрацию. Бизнес-виза. На данный момент нет смысла говорить о ней, ведь если у вас в загаранке не стоит две таких визы, вам ее все равно не поставят. Поэтому сейчас ее пропустим, ведь те, у кого есть такие визы, они все равно уже знают. Туристическая виза. Сейчас ее ставят либо на 30 дней, либо два раза по 30. Ну, то есть вы въезжаете в Китай, находитесь там 30 дней, и вам после нужно будет выехать из Китая, либо в Россию, в Гонконг, ну, в близлежащие страны какие-нибудь еще. После этого въехать обратно в Китай и пробыть там еще 30 дней. Теперь билеты. Здесь опять-таки есть несколько путей. Первый. Вы не морочите себе голову и покупайте билеты на сайте. Опять же не забываем, что если вы знаете точный срок пребывания там, лучше купить билеты в две стороны. Так вы сэкономите порядком 100-200 долларов. Второе. Обращаться к фирмам, которые предоставляют скидки. Билеты у них чуть ли не на 50% дешевле. Оформляют они их за 2-3 дня до вылета. Но есть один момент, с которым мы столкнулись сами. Когда мы в прошлый раз летели в Украину из Китая, мы обращались к такой фирме. Все бы хорошо, когда мы уже прилетели в Украину и просто отдыхали. Мне в ВК написала девушка, что от имени ихней турфирмы какой-то человек заказал билеты на наши фамилии. И что если мы не поможем найти того, кто оформлял эти билеты, они подадут в суд и мы будем как соучастники. Мы научены всеми обманами, решили поделиться с ней безопасной для нас информацией и сразу позвонили в юридическую консультацию. Там нас успокоили, сказали, что мы не при чем и что после всех угроз в наш адрес мы можем спокойно подавать на них в суд в ответ. К счастью для нас, все закончилось хорошо. Итак, почему мы начали снимать видео именно сейчас? Мы получили работу в Китае и наш работодатель уже отправил приглашение в агентство, которое будет помогать нам оформлять визы. Мы в свою очередь отправили им наши загранпаспорта, копию всего гражданского паспорта и фотографии типа Шенген. Уже несколько дней назад мы получили наши загранпаспорта с поставленной въездной визой. Так что 10 августа самолет Киев-Пекин. Так что подписывайтесь на наш канал и следите за дальнейшим развитием событий в Китае. Ставьте лайки и внизу мы кинем ссылочки на наш инстаграм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!